Предыдущие части ЗЛО хоть и не претендовали на титул шедевра на века, но были крепкими макьюментари, неплохо принятые зрителями. Все причастные к франшизе утопали в похвале, а фанаты умолялись делать триквел. Продюсеры сказали, что в 2014 году выкатили новый вирус, который оказался не совсем того качества, которого ждали поклонники, получив самые низкие оценки за всю историю франшизы. А это с учетом того, что после трешки на данный момент вышло еще две части. Но с вами, как обычно, Миша Дарко, и после этого обзора мы немного отдохнем от ЗЛО и разберем какую-нибудь новиночку. Но поможет мне определиться с выбором удобный и крутой онлайн кинотеатр Флекс. На Флексе вы сможете смотреть все самые популярные фильмы и сериалы, а новинки появляются тут одними из первых, да еще и с качественной озвучкой от ТВ Шоус. Лично я уже с кайфом посмотрел на Флексе новый Хэллоуин и планирую глянуть свежие сериалы Шантарам, интервью с вампиром и, конечно же, финал Ходячих мертвецов. И делать это в удобном плее рефлекса будет очень приятно. Чтобы окунуться в мир годноты, вам всего лишь нужно пройти простенькую регистрацию по номеру телефона или почте. Пара минут на все про все и добро пожаловать во вселенную фильмов и сериалов от Netflix, Amazon, Apple+, Disney+, HBO, а также тайтлов, которые никогда не попадут в наши кинотеатры. И это с годовой подпиской от 150 рублей в месяц, даже дешевле, чем шаурма. Взамен вы получите доступ ко всей библиотеке сериалов на сайте с возможностью покупки фильмов навсегда в свою библиотеку. Также имеется приложение для смарт-ТВ, андроид-ТВ и смартфонов с возможностью скачивать контент с сайта на устройство и просмотра без интернета. Так что переходите по ссылочке в описании, а с моим промокодом DARCO при покупке трехмесячного тарифа вы получите дополнительные 30 дней просмотра в подарок. Регистрируйтесь на Флекс, наслаждайтесь кино и смотрите то, что хочется. Итак, фильм, как обычно, стартует со сквозного сюжета, который в этот раз занимает чуть ли не больше экранного времени, чем непосредственно новеллы, которых тут всего три. Его режиссером выступил Марсель Сармиента, известный по упоротому зомби-муви «Мертвячка» и участием в первой «Азбуке смерти». В центре сюжета находится влюбленная парочка в лице девчонки Айрис и паренька по имени Кевин, который, конечно же, оказывается тем еще сам себе режиссером. «Обожаю, когда ты снимаешь». «The girls should be ready to come over». «Это значит, что любишь». Больше всего он любит ее филейные части, судя по тому, с каким упорством пытается выцепить самые сочные кадры. «Ну вот, опять дрочить». Но не успевает милая хроника перетечь в страстное хоум-видео, как сюжет двигается с мертвой точки. «А давай обсудим эту классную погоню. Ты посмотри». «Останусь еще немножко. Еще немножко мы будем в Мексике». «Ну, на самом деле копы гоняются за фургоном с мороженым, за рулем которого находится…» «Как вдруг погоня проносится мимо дома парочки, и Кевин, желающий подработать с трингером, выбегает на улицу. Девчонке же на мобилку приходит странное сообщение, из-за которого она вмиг шизеет и отправляется вслед за хахалем, на что тот не особо обращает внимания, увлекшись разговором с самым глухим копом в округе. «Хотите и уберитесь!» «Бжать, это как?» «Фургончик на полной скорости похищает тянку, а нас переносят в первую новеллу». И... знаете, какое дело? Если в первых двух частях истории были аккуратно вклиняны в основной сюжет посредством того, что его герои просматривали видеокассеты, на которых, собственно, и были записаны эти истории, то тут новеллы начинаются без какой-либо подводки, что однозначно не играет на руку атмосфере. Так что, думаю, уместно будет сначала показать вам основной сюжет, как цельную историю, а потом перейти непосредственно к новеллам. Надеюсь, вы не против? Короче говоря, паренек седлает велик и пытается догнать фургончик с Айрис. Тем временем, еще больше людей начинают ловить приходы, получая сообщения с жуткими кадрами из прошлых частей. А как мы помним из сиквела, эти истории сродни мозговому слизню, который влияет на подсознание посмотревшего. Кевин же присоединяется к группе велосипедистов, которые тоже преследуют фургончик ради качественного контента. Велосипедиста брутально размазывает об асфальт, а его товарищ, у которого аллергия на флуд-фетиш, решает выпилиться сам. Где-то поблизости проходит лютая латинская вечеринка с барбекю, а барбекю в ЗЛО никогда ничем хорошим не заканчивалось. Так, это что, музыка из игры Total Overdose? Круто, чё? Но забойный мексиканский хип-хап быстро меняется на музычку из фургончика с мороженым, которая, по всей видимости, тоже влияет на подсознание, отчего один из мучачус слетает с катуш. А мне похуй. Но подобным уровнем спокойствия не может похвастаться хозяин псинки, поэтому... Настало время для расплаты. Мимо совершает Тур-де-Франц-ГГ, но внезапно... О боже! Взрыв прямо на... Тургончик всё катит, люди сходят с ума, а у парнишки не получается запрыгнуть в фейк-такси, в котором происходит классический такой кастинг Вудмана. Не обращай внимания на водителя. Забудь даже... Не думай о нем, поверь, детка. Да, вот так. Медленно, медленно. Медленнее. Мне так нравится. Катурый обретает неожиданный поворот. Камеру! Какого хрена? Давай! Насколько я понял, бывший парень Девахи прославил её, продав их домашку этому порнографу, но всё это неважно, ибо... А парень? Ау! Так или иначе, Кевин на велике быстрее, чем полицейские машины и босс-вертолёт, добирается до фургончика, который почему-то припарковался в месте, где паренёк часто тусил в детстве. В детстве я часто здесь бывал. Да? Да. Фургоном же управлял. Что недалеко от истины. Самой Айрис в фургоне не оказывается, зато есть видеосвязь и кнопочка загрузки, которую девчонка методом шантажа Стой, стой, перестань! Заставляет Кевина нажать, тем самым распространяя проклятые записи по всему миру, погрузив его в хаос. И да, Деваха всё это время была мертва. Какой-то грустный конец серии. Интересно, есть ли весёлая сцена? Весёлые сцены же начинаются непосредственно в новеллах. Первая называется Данте Великий, срежиссировал её Грег Бишоп, который в будущем снимет полнометражку про Сирену, куда она главные роли позовёт как самого Данте Великого, так и актёров, снимающихся здесь в микроэпизодах. Новелла отличается от всего того, что мы видели ранее в рамках франшизы, ибо она сделана не в стиле найденной плёнки, а как документалка со вставками интервью и полицейской хроники. История же повествует о не самом обычном иллюзионисте. Всего два года назад Данте Великий был Джоном Макмалином. Он жил на стоянке трейлеров, ему нечем было платить за аренду. Слышь, ху**ло очкастый, все с чего-то начинали. Если бы Стив Джобс не зависал в 70-х с пацанами в гараже, то не было бы у тебя модного айфончика. Чувак мечтал стать фокусником, но единственный фокус, который у него получался, телепортация содержимого пивных бутылок в собственное тело. Но так было ровно до того момента, пока Данте не нашёл таинственную мантию. Мантия невидимка! Нет, волшебную мантию, принадлежащую когда-то Гарри Гудини. У Гудини вообще было много ништяков, например, волшебный билет. Но вот где Чудик нашёл мантию, история умалчивает. Ё, козлина! Двойные дверцы и кролики-мудаголики отдыхают! Тренировки проходили не очень гладко. Дуранчеллиус даже спалил целый район. Но приноровившись, он стал суперзвездой, от мастерства которого четыре всадника бы нахрен вздёрнулись. Вот это я, блядь, понимаю, шоу! Но фишка в том, что мантию необходимо было подкармливать кровью. Иначе магия переставала работать. Увы, у мужика была неприятная особенность, а именно непроходимая тупость, из-за которой он убивал людей в основном из своего окружения и, конечно, фиксировал это на камеру. Но всё изменилось тогда, когда на работу к нему устроилась вторая героиня новеллы, Скарлетт. Как ты это сделал? Волшебник не раскрывает секретов, красотка. И после того, как Данте чикнул её парня-арбузера, они сильно сблизились. Но вскоре деваха узнала о его маленьком тайничке со Снафом и сдала Копперфильда копом. Хочешь поколдовать? Дай посмотрим, как ты исчезнешь. Данте уже собирается сделать с девчонкой что-то плохое, но мордой в полработает ОМОН прерывает душегубство. Мадам принимает вызов и начинается второй раунд магической битвы. В ход идут ходукины, левитация, телепортация. Короче, весь репертуар твоего бати, который он демонстрирует, хряпнув полторашку арсенального. Ну а заканчивается всём довольно неожиданно. Короче говоря, ебланты исчезает. Весь наш отдел ищет его. Даже подключилась с ФБР. Рыжуля сжигает мантию, но все мы знаем, что настоящая магия никогда не умрёт. Следующая новелла называется Параллельные монстры. Снял её Начо Вигалондо, который за свою карьеру наснимал много всякого, в том числе и сегмент для Азбуки Смерти. И пусть вас не смущают субтитры на экране, ибо новелла была снята на испанском языке. История рассказывает о изобретателе по имени Альфонсо, который разработал устройство, открывающее проход в другие измерения, и встретил параллельного себя. Ты не один? Моя жена здесь. Её зовут Марта. Почему ты назвал это имя? Который час? 4-10. Теперь мы думаем об одном и том же. Махнёмся ключами, тракнем жан друг друга? Ага. Мужики решают махнуться мирами на 15 минут даже, не уточнив друг у друга некоторые детали своих вселенных. Ну типа, вдруг измерением альтернативного Альфонсо рулят разумные обезьяны? Так или иначе, мужички отправляются изучать измерения. И если у оригинального Альфонсо всё довольно скучно и стандартно, то в мире альтернативном он сходу замечает странности. Что это? После таких фильмов, как «Никто не выжил», я знаю, что это. Вскоре оригинал встречает свою альтернативную жену, которая чили с двумя джентльменами. Но это удивляет его не так сильно, как тот самый мешок с органами в центре комнаты и триквел некромантики, идущий по телеку. Мой муж хотел бы быть первым. Вы извращенцы! Чувак вообще не вдупляет, что от него хотят, и я его не виню. Сходу додуматься, что делать с этим мешком, так же невозможно, как понять, как потирать жопу тремя ракушками. Гости же, не получив желаемого чего-то там, уходят. Что это? Вау! Слушайте, звук какой-то реально странный, стрёмно. Мужичок отправляется на шум, а там... Дирижабый! Ага! Тем временем, параллельный Альфонсо очень удивляется свадебному фото, так же, как оригинальный мешку с органами в рамке, и отправляется в спальню к оригинальной жене для небольшой фотосессии. Классный кадр! Как вдруг? В параллельном же мире оригинального Альфонсо атакуют голубки со светящимися глазами, которые тоже собираются затыкать его бородатыми членом монстрами. Боюсь представить, как он теперь будет писать. Так, стоп, если у хрена монстров есть рот, то значит они не писают, а блюют? Надо меньше смотреть странных фильмов. Чувак в охуенезе пытается сбежать, но он натыкается на альтернативную женушку, у которой тоже есть небольшой секрет. Влагалище самогиргопикакана шириной в метр и наполнено острыми зубами. Но целебные пиздюли лечат и это. Так что Альфонсо возвращается в свой мир, где получает колюще отверткой, после чего монстр Альфонсо погибает от междуножного кракена с ужиной. Но, увы, оригинальная жена, как и это чудище, которого ни разу не смутило, что помимо ее мужа, тут еще и его точная копия сидит, не собирается разбираться в ситуации. Нет повести печальнее на свете, чем повести ебанутых параллельных вселенных и неразборчивых женах. Последняя новелла называется «Буря костей». Снял ее дуэт талантливых инди-режиссеров в лице Джастина Бенсона и Аарона Мурхида. Повествует она о двух скейтбордистах и операторе, мечтающих снять вирусное видео. Парни являются королями скейтпарка, дают там всем пиздюлин на радость оператору, который постоянно мотивирует их на еще больше трэш. Парнишки загораются идейкой покататься в более экзотическом месте, и у оператора есть такое на примете. Тем не менее, взяв с собой парня с деньгами, без шуток, они его так называют весь фильм. Чел с деньгами! Чел с деньгами! Чел с деньгами! Парнишки вчетвером отправляются в Тихуану под самый стереотипный для такой поездки саундтрек. Так или иначе, экстремалы, закупившись фейерверками для спецэффектов и встретив по дороге странную мадемуазель, добираются до секретного места, коим оказывается сраный водоканал. Я очень сомневаюсь, что в их городе такого нет. Где и начинают кататься. Хочешь славой или хочешь быть вагиной монстром? Думаю, хватит на сегодня вагин монстров. И кстати, вся поверхность водоканала расписана пентаграммами и заставлена странными алтарями. Но парнишек не смущает ни это, ни то что кровь, попавшая на символы, закипает, но... Внезапно! Откуда она взялась? Меня зовут Тейлор. Вдруг откуда ни возьмись отовсюду, начинают вылезать долбанные сектанты, бредящие о каком-то существе. Благо, у одного из парнишек оказывается ствол, а это значит, пошла жара. Чел с деньгами быстро откисает, а в очень долгой и неплохо поставленной, хоть и мега нереалистичной драке, ну серьезно, два дрища уделывают дюжину вооруженных мачете-сектантов, парнишки выходят победителями. Но у поехавших по всем заветам Хидитаки Миядзаки есть вторая фаза. Это же скелет! Ему нечего тебя переварить! Правда, скелеты оказываются соперниками еще более дрещавыми. Так что парнишки под чутким надзором нежити сваливают в сторону границы. Ах да, чел с деньгами оказывается жив. До поры до времени. Только не говорите, что существо, чьего появления ждали сектанты, засунуло его себе в клоаку. Ну и на этом кинцо заканчивается. Итак, мы посмотрели фильм «Зе Лео 3». И он значительно хуже, чем первая и вторая часть. Во-первых, как я уже говорил, сильно повлияло на атмосферу то, что новеллы начинаются с бухты-барахты без какой-либо подводки. Но, с другой стороны, сквозной сюжет весьма неплохий, в том числе из-за того, что он не ограничивается простой сменой кассет в видоке, а представляет собой цельную историю, которая приводит события всех частей к общему финалу. Новелла про фокусника же, на мой взгляд, лучшая в фильме, во многом благодаря отличному перформансу Джастина Уэлборна, играющего Данте. Поучительная история о том, что за успех нужно оплатить великую цену. Неплохой экшенчик прилагается. Параллельные монстры, сегмент с хорошей задумкой, но испорченный бессмысленной пошлятиной, а-ля Азбука Смерти. За него обиднее больше всего, ибо то, что начиналось очень интригующе, быстро превратилось в унылую трэшатину. А вот третья новелла, как раз трэшатина к лицу, ибо бойня с сектантами смотрится весьма задорно. Но, увы, это единственное прикольное, что в ней есть. Как итог, мы имеем довольно проходной фильм, после которого франшиза оказалась заброшена на целых 7 лет. Кстати, мой отзыв на свежее Зло 99 вы найдете в моем телеграм-канале, ссылочка есть в описании. Ну, а с вами, как обычно, был Миша Дарк. Ставьте лайк этому видео, если вам понравилось, либо дизлайк, если не понравилось. Также подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Тут очень много крутых трэш-обзоров на самые разнообразные фильмы. Конечно же, не забывай оставлять комментарии, например, какая твоя любимая новелла во всей франшизе Зло. Ну, и на телеграм-канал можешь подписаться, ссылочка есть в описании. Ну, а на сегодня с вами прощаюсь. Надеюсь, видео вам понравилось. Всех люблю. Всем пока. Спасибо, что досмотрел ролик до конца. Предыдущий тоже посмотри, ведь там как-никак обзор на долгожданный ребут восставшего из ада. Фильм вышел очень спорным, но надеюсь, обзор тебе понравится. Гоу смотреть! Субтитры сделал DimaTorzok